Вот обратите внимание, тем не менее, что Долговязый чуть повыше он, чем Кончелара. Итальянец работал на куда более тяжелой передаче, а Кончелара, несмотря на такие могучие ноги, тем не менее выкручивал. Он держал хороший ритм, хороший темп. Он ни одного лишнего метра не проехал, что тоже характерно. Выбирал идеальную траекторию и везде, по крупице, там, 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 там собирал. Но предполагать, что Кончелар на 100% готов сейчас, конечно, наверное, это было бы слишком смело. И тем не менее, в этой готовности он пока неуязвим. Данил Адилука финиширует. Ну, в общем и целом, в принципе, тоже показывает, к чему мы и привыкли. Средняя скорость за 48 км в час для экс-чемпиона Джерд Виталия, наверное, который выигрывал, как вы помните, отнюдь не благодаря своему супермастерству раздельщика. И вот в первый раз тут вот толковали, тосковали наши твиттеряне, что они показывают стартовый городок и стартовый подиум. Вот для того, чтобы продемонстрировать Винченцо Нибали, в майке лучшего по очкам, вернулись все-таки к стартовому подиуму. И мы обращаем внимание на то, что все-таки здесь какая-то картинка очень нестабильная, и что-то даже и с четкостью у нее какие-то нелады, и камера плясала. Может быть, в самом деле, какие-то технические были проблемы. Энцо буквально 200-300 метров проехал на относительно легкой передаче, потом мгновенно буквально переключился на тяжеленький кардан, и пошел ломать вдоль берега Адриатического моря. Но вот обратите внимание, обратите внимание на этот вираж, и на то, что хотя он вроде бы и пологий, но в случае жесткой какой-то ошибки, и налетая вот на вот эти вот мини-отбойники, предназначенные главным образом для того, чтобы разделить все-таки, отделить, точнее, фланирующих здесь пешеходов, которые могут задеваться аккуратно, Энцо, ну ничего себе! Росхуала, конечно, в родной стихии, рядом море, но вот так плавать все-таки по полотну шоссе ни в коем случае нельзя. Зашел не по самой удачной траектории, рисковал немножко потеснить своим рулем зрителей, которые встали, как будто это супер-ралли. Но вот началась основная борьба, разматывается основная интрига, Нибали против Кройцегера, против Кристофера Гонера. Ну, здесь уже все стало на свои места, и даже, наверное, сплитскрин у нас будет, и даже, наверное, будут вести по текущим секундам, что итальянцы, по идее, всегда делать умели. Бесконечно уважает Винченцо Нибали, своего бывшего товарища по команде, но одновременно с этим и непримиримого соперника в составе собственного коллектива. И вот он как раз его и называл главным соперником, потому что с его точки зрения Гонера все-таки постепенно теряет свое идеальное самочувствие. Но обратите внимание, как Роман улетел со стартовой отметки. Отработал на чуть более легкой, чем у Нибали, передаче, и Роман Кройцегер влился в эту гонку. По-моему, все-таки лучше, чем Винченцо. Винченцо, в принципе, любит ворочать большие передачи. У него это есть. Ну, а у Кройцегера такое ощущение, что в этом сезоне еще лучше то, что называется по-итальянски. Он это прекрасно знает, что так называется. Агилита, то есть умение ловко и быстро, и правильно, аккуратно, и с высокой частотой педалировать. Микелес Карпони. Слишком много падений в этом сезоне. И в рамках этой гонки уже повреждал руку. Не сошел, но, тем не менее, он так выкрутился, когда влетал в один завал. Не воткнулся, не перелетел, но, тем не менее, там пискнули половина связок организма. И, конечно, после этого экс-победитель этой гонки уже не чувствовал себя достаточно хорошо. Но и опять же, опять же, с Карпони мы прекрасно понимаем, что Микеле все-таки не специалист коротких разделок. И это разделка ему явно не на руку. С другой стороны, вот мы его одноклубника из итало-украинской лямпры ESD отмечали во время паришницы, что наконец-то увидели, что Кунэго до старости лет, как говорится, Пикколо Принчипе, на сегодняшний день Пикколо только по росту, никак не по возрасту. Так вот, этот зрелый гонщик открыл в себе какие-то резервы. Но пока-пока это все-таки была горная разделка и достаточно короткая. И все-таки она больше соответствует его возможностям. Но, тем не менее, что Двуль там хорошо смотрелся, это говорит о, опять-таки, Вугинс, я не знаю, до 10 ступеней выше по классу изначальной, чем Дамяно Кунэго. Поэтому вот из тех каких-то неожиданностей локальных, которые присутствовали во время гонки к Солнцу, дороги к Солнцу, как часто называют паришницы во Франции, вот это тоже любопытно было отметить. И может быть, он все-таки генерирует некого многодневщика через какое-то время. Хотя он уже давным-давно с такими надеждами вроде бы как расстался. Тяжело расставался. И он, и итальянские журналисты тоже. Это все речь идет, разумеется, о товарищей по команде Микеле Скарпони. Хотя Скарпони, конечно, ценен и сам по себе. В том числе и как человек, который здорово может ехать в тройку сильнейших на гирной талии. Онера прозевали на старте. И вот сейчас вы видите эту Мальадзурра на его плечах. Орнер работает в своем стиле, в привычном стиле. В стиле, который поставлен был, собственно говоря, Йоханом Брюнелем. Всем гонщикам его команды. Учитывая, что он пережил, конечно, хочется пожелать максимально хорошего результата Кристоферу. Ну и пусть в призовой тройке хотя бы останется. Потому что, понятно, он не фаворит из-за того наката, который у него, естественно, не настолько хорош. Из-за долгого процесса восстановления многих месяцев без велосипеда все это, безусловно, сейчас может аукнуться в самом-самом финале этой гонки. Да и кроме того, миниатюрный Хонор, конечно, еще и тоже не под эту разделку. Более ростлые такие долговязые, с длинной мускулатурой чехо-итальянец лучше. Роман Кройцегер продолжает использовать не самую тяжелую передачу, при том, что ведущая шестерня у него вполне приличных размеров. Но 54, думаю, все же вряд ли. Скорее всего, 53 все-таки у Ниболи, таким образом, передняя балланка покрупнее. Это видно невооруженным глазом. На пару зубцов, наверное, у него все-таки ведущая побольше. Но и что касается задних шестеренок, которые используют два бывших товарища по команде, то и там разница все-таки ощущается. И разница, в смысле затяжеление передачи, все-таки в пользу Лос-Куалу. И Крис Хорнер, который работает тоже на привычно тяжелом передаточном соотношении. Пока вот нет этого пустого вращения педалей, которые бывают иногда при относительно легкой передаче для данных условий, для данного рельефа и для данного ветра. Пока он вполне успешно раскручивает ее. Ну а тем временем, с Карпони мы дождались на финише. Но пока опять же интересно было с точки зрения следующих многодневок этого сезона посмотреть, что он изображает. Но секунды нам не дают. Вот в этом плане, конечно, всегда присутствовал проблемный момент на Терену Адриатику. То есть любуйтесь гонщиками, получайте удовольствие от того, что наконец-то видите своих кумиров. Сезон начался всерьез именно вот в эти недели. Все-таки февральские гонки, при всем нашем уважении к ним, это некое предсезонье. Хотя очень часто они едутся всерьез. Но как-то вот все равно биоритмы заточены под то, что вот с марта месяца начинается действительно настоящий большой велоспорт. Были вопросы насчет того, насколько, имея статус, самый что ни на есть, имея статус мирового тура, насколько эта гонка дорогая. Ну вот в частности можно отметить, что победитель в генеральной классификации получает только 14 тысяч евро. Соответственно первому на этапе 4 тысячи евро. Общий призовой фонд тоже маячит где-то в районе менее чем 150 тысяч. Таким образом, что касается призовых, то они все-таки могут считаться по сравнению с крупнейшими соревнованиями сезона скромными. Ринадо Ночентини, остающийся номером один с точки зрения многодневок в этой команде. В ожидании, когда же наконец выстрелит Родж. Ну, в районе Огрэйди был его результат. Нестареющий австралиец всегда считался достаточно приличным равнинным раздельщиком. Ну и в конце концов супертрековик совсем в недалеком прошлом, поэтому что тут удивляться. И снова Крис, который кажется нашел более внятное передачное соотношение, потому что было такое ощущение, что немножко заламывался. Он сейчас здесь некий оптимум присутствует. Нивали в принципе работает как работал. То есть, конечно, всем вам хорошо известный другой итальянец неизлечим, как ломовик. Но Нивали, когда он боролся за первые места на чемпионате мира в молодежном раздельном старте, он уже тогда был достаточно силовой. Этот любимый сын двух итальянских регионов, Тосканы и Сицилии. Осталось еще немного потерпеть и главное тянуться за результатом Кончалары. Хорошая идея, но вряд ли можно превзойти его сегодня. Главное, чтобы вот этот график вывез его на первое место в общем зачете. Он настроен очень хорошо. Он говорил, что с каждым днем он чувствовал себя все лучше и лучше. Отмечал, что великолепно работала команда, что все получилось. Ну и вот сейчас здесь с достаточно хорошей инерцией. Кроме того, с помощью оператора Рай, который, вы видите, уперся просто-напросто в него и закрыл ему тылы. Это почти сопровождение, конечно. Но так вплотную мотоцикл ставить, конечно, мотоцикл не машина, но тем не менее. Аэродинамический эффект здесь присутствует. Вот так 20 секунд он хватает относительно Кончалары. И учитывая непрофильный характер этой разделки, для него это очень хороший результат. И боюсь я, что Honor, честно говоря, такое не вытянет. Дернулся, я решил, что кто-то упал, но нет, это приняли просто-напросто массажисты Винченцо Нибали. Но и сейчас, при отсутствии секунд, ну, то, о чем говорит Эпол, но это всегда было на тирану Адриатика. Ничего не поделаешь. И однажды, однажды я помню, как двух дуэлянтов показывали именно с текущим временем. Но это было однажды, и почему-то не утвердилось. По-прежнему Кончалары первый, Бенна по-прежнему второй, Камерон Майор по-прежнему третий. Далее Тафт и Мануэль Буаро из Саксабанка. Тоже, в принципе, и был с неплохим индивидуальным ходом, но когда стал работать с Берной Рисом, то тоже у него стало получаться очень-очень даже. Ну что ж, такое ощущение, что, ну, вот вы видите, пошел ездить по седлу, пошел упираться в руль. Это показатель большой усталости. Напедалировался он на той передаче, но и сейчас не меняя, ну, может быть, на один зубец, может быть, меняя передаточное соотношение, хотя куда уж тут, по-моему, цепь уже идет практически на 11. И так, либо на 11, либо на 12. Кройцегер не подвинет виртуального лидера Винченцо Нибали. Последние пару километров, которые были за пределами нашего внимания, поскольку, естественно, итальянское телевидение показывал своего любимца, его недавний оруженосец и внутрикомандный соперник, вы видите, не сумел разменять 11 минут, и здесь уже сумел разогнаться, но оно уже поздно. 47 секунд проигрыша. Средняя скорость достойная. Но вот тут все-таки профильность или непрофильность коротенькой дистанции. 9,3 километра, напоминаем, всего-то на всего. А Хонор так и продолжает себя судорожно искать. Кристофер сильно затяжеляет здесь передачу и ставит совсем-совсем край. Хотя поначалу пытался все-таки относительно педалировать. И последний километр дистанции. Последний километр, который, разумеется, за минуту не проедешь в этих погодных условиях. И поэтому совершенно очевидно, что он проигрывает Фабиану Кончилари где-нибудь так минуту 10, я боюсь. И поэтому синяя майка перебирается вновь на плечи итальянца. 23-я победа у Италии на наших глазах на Тирену Адриатико. Драматично, драматично. Все равно давайте поаплодируем этому малышу, который сумел фактически с того света вернуться в пределах всего-то навсего полугода. Страшное падение, серьезнейшие травмы на Тур-де-Франс. Тяжелое восстановление. Тромб. После него сидение на очень неприятных таблетках, которые разжижали кровь. Уже аплодируют Винченцо Ниболи, потому что понимают, что Энцо выиграл. Ну а Хорнер проходит эту гонку в результат Владимира Гусева. И ждем, на какое место это его поставит после всех официальных пересчетов. По крайней мере, одна таблица должна все-таки появиться на нашем экране. 23-я победа итальянца. И возобновляется снова, как надеются организаторы, серии итальянских побед. С Карпони Горзели 9-10 год. Подряд выиграли. По Цато Беттини выигрывали в 2003-м и в 2004-м. Значит, соответственно, после Ниболи должен быть еще тоже какой-то наследник итальянец. И в следующем году победителем этой гонки, напомним, бывал и Фабиан Кончалара. Но когда в иных все-таки в кондициях приезжал сюда. Ну, сразу я вам сказал, что король раздельного старта сегодня вполне по-королевски прошел эту гонку. И что вряд ли кто-то способен был его сместить. Даже молодой, честолюбивый Майер, так оно и случилось. Кончалара дождался все-таки своей победы. Ниболи обходит Хонора. Кройцеггер замыкает тройку сильнейших. Большое трио осталось в прежнем составе, но в ином порядке. Все-таки вот эта коротенькая разделочка ветровая стала решающей. Ну что ж, красивый финал, хорошие гонки. Отметим выступление Родригеса, которое принес нашей команде и призовое место. Победу на этапе и разместился в шестерке сильнейших генерального зачета. Очень тоже достойно проехал. Надо посчитать все секунды командного зачета для того, чтобы и с этим тоже разобраться. Но боюсь, что этого не успеют сделать в рамках нашего сегодняшнего репортажа. Поэтому подождем, когда выйдет уже вся статистика, когда, соответственно, попадет это все в наши новостные выпуски. А пока полюбуйтесь еще раз, как боролся с этой тоже не самой удобной для него дистанцией Винченцо Ниболи. У Ниболи появилась зрелость. Ниболи человек все-таки теперь, который уже может считаться велосипедистом, умеющим все. Какие-то были у него слабые места и в плане психологии тоже, и в плане тактики, иной раз. Теперь все это позади. Иван Басо пока неизвестно, честно говоря, на какие кондиции выйдет, учитывая все его проблемы, и будет ли такое большое противостояние между ними, или будет сотрудничество, к которому мы больше привыкли. Вообще, очень много текущих вопросов будет по сезону возникать, и мы с удовольствием будем получать на них ответы в рамках нашего сегодняшнего репортажа. Итальянская тема на этой неделе продолжается. Правда, о велосипедных состязаниях наступает пауза. Ну, а в субботу решающий отрезок на Милан-Сан-Ремо. Как раз вот, когда пойдут уже непосредственно по берегу и подтянутся к Боджу-Ди-Сан-Ремо, бельгийцы считают, что им незачем было просматривать дистанцию, и так они ее хорошо знают, и остались здесь тренироваться. Но они в числе претендентов. Вместе с Кевендишем, разумеется, который всю жизнь мечтал выиграть Сан-Ремо именно в радужной майке. Без радужной майки он уже это делал. Ну и претендентов только начни называть. Не остановишься. Время выхода в эфир было на вашем экране. Прибавьте к нему три часа, получите время трансляции московское. Давайте еще раз поаплодируем Фабиано Кончаларе. Экс-победитель Милан Сан-Ремо сумел громко хлопнуть дверью и доказать, что в этом году он идет на очень высокие места везде. Но естественно, олимпийский титул ему безусловно любопытен. У нас есть некий теоретический шанс побеседовать еще и с Винченцо Нибали после финиша. Пытаются это сделать наши журналисты. Но опять-таки здесь все-таки разнообразные процедуры стандартные. И боюсь я, что это так и останется для нас мечтой. Но я уверен, что прямой речи Винченцо Нибали мы наслушаемся еще в этом году предостаточно. Прошлый сезон данным даст, это как говорят соотечественники Хонора. Все это позади. Прошлый сезон не принес в принципе, конечно, всего того, на что он рассчитывал, но в общем-то еще с смерть сезонки было видно, что он идет на совсем другие результаты, совсем иначе себя чувствует. Он это всячески подчеркивал, что это будет опять год прорыва. Но официальная победа, напоминаю, в прошлом году всего одна была одержана, и это в Нивигале. Гонка с раздельным стартом на Двердо Италия, бесконечно обожаемый. Кто-то скажет опять-таки, что они были слишком хорошо вошел в этот сезон и демонстрирует слишком хорошую форму для стратегических каких-то задач. Это уже вторая победа в этом году. Он вошел в тройку сильнейших следом за Петром Веллицем на туре Омана. Он был победителем очень трудного по рельефу этапа. Он открыл сезон в конце концов во второй половине января. Ради этого уехал за океан и выступил на туре Сан-Луиса в Аргентине. Но опять-таки год на год не приходится и все-таки опять же человек приближающийся к своему идеальному возрасту вошедший уже фактически в этот идеальный возраст и еще какие-то четыре года как минимум мы можем рассматривать как его золотую эпоху. Так что вот эти Войльты и Джиро все для него еще только началось. ну и конечно заветная мечта в качестве какой-то супер карьера образующей задачи это конечно же Тур-де-Франции это так останется хотя в целом и в общем отношения с французской гонкой у него достаточно сложные по сей день и немножко кажется не его время Март вполне его время давайте похлопаем молодому итальянцу и поблагодарим всех кто сегодня боролся за самые высокие места за то что сделали нам отличный спортивный спектакль но впереди еще более масштабный Милан Санрема в субботу